Вывести на качественно новый уровень детскую медицину и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сделать медицинскую помощь более доступной для жителей и увеличить продолжительность жизни. Таковы одни из ключевых целей нацпроекта – здравоохранение, в реализацию которого активно включился и город Уварова. По словам главврача Уваровской ЦРВ Сергея Нелюбова, в сфере медицины уже происходят качественные изменения. Так, в рамках реализации одного из направлений нацпроекта – развитие детского здравоохранения – завершен ремонт детской поликлиники, где не только создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи детям, включая подъемник для маломобильных пациентов, открытую регистратуру, удобную навигацию и информационное табло, но и приобретено дорогостоящее оборудование. Купили УЗИ-аппарат и выделено время для врача-УЗИСТа, который проводит в отдельном кабинете обследование детей. Был поставлен детский гастроскоп, мы получили рифтератометр для врача-офтальмолога, для того, чтобы обследовать детей, там автоматическая фокусировка, то есть дает уже аппарат заключения, какой же зрение у детей. Ну и планируется в этом году, если будет экономия, она должна быть, планируется приобретение лоркомбайна. На ремонт детской поликлиники и оснащение современным оборудованием было направлено более 7 миллионов рублей. В рамках проекта внимание уделяется не только детям, но и беременным и роженицам, а также профилактике абортов, пропаганде здорового образа жизни и повышению квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Все это способствует достижению главного целевого показателя проекта – снижению младенческой смертности. У нас при родах трех уровней системы оказания медицинской помощи, благодаря этому Тамбовская область находится в пятерке лидеров о маленькой младенческой смертности и материнской смертности среди всех регионов России. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – еще одно важнейшее направление нацпроекта здравоохранения. В рамках его реализации сосудистый центр Вуварова пополняется новым высокотехнологичным медицинским оборудованием как для диагностики, так и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вмещение для занятий лечебной физкультуры у нас сейчас оснащено аппаратами для роботизированной терапии рук-мок, тренажерами с обратной биологической связью, для того, чтобы нового такого оборудования не было, чтобы утраченные функции парализованных конечностей могли вернуться, ну хотя бы в то состояние, которое позволит человеку двигаться и обслуживать себя. Повышение качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями призвано значительно сократить смертность от инфарктов и острых нарушений мозгового кровообращения. Вывести на качественно новый уровень планируется борьбу с онкологическими заболеваниями. Важнейшая составляющая онкологического проекта – повышение ранней выявляемости новообразований. Для проведения необходимых исследований и оперативной постановки диагноза на базе Уваровской ЦРБ будет создан Центр амбулаторной онкологической помощи. На базе онкоцентра будет проводиться профилактика факторов риска развития онкологических заболеваний, диспансеризация, искренние программы. Будут проводиться обследования полностью, все будут обследования проводиться. И кроме того, что является тоже большим достижением для нашей больницы, это химиотерапия, которая не нуждается в наблюдении врачей онкоцентра. То есть каждому больному, который первично выявлен, будет проведен консилиум в областном онкоцентре. И этот больной получит рекомендации, и получит рекомендации наши врачи онкоцентра, как проводить лечение. И они будут проводить лечение тем пациентам, которые живут в городе, районе и близлежащих районах. На заседании также прозвучала информация о планируемой реализации на территории области федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, предусматривающей строительство вертолетных площадок. Одна из площадок может появиться и в Уварове. Повышение качества и доступности медицинской помощи невозможно без квалифицированных кадров. Только в этом году Уваровское ЦРБ пополнилось четырьмя специалистами – стоматологом, терапевтом, хирургом и эндокринологом, которого не было в штате порядка 7-8 лет. В скором времени ожидается приезд и врача-отоларинголога. Подводя итоги заседания, глава города Владислав Денисов отметил, что благодаря мероприятиям нацпроекта медицина в Уварово выходит на совершенно новый уровень. Сегодня мы видим, как развивается медицина, сосудистый центр, травмоцентр, нефрологический центр, онкоцентр, центр здоровья. То есть увеличивается кадровый потенциал, его качество. И мы сегодня выполняем, наверное, знаковое мероприятие, которое, конечно, закладывает основу для развития будущей медицины. И здесь нам останавливаться, он достигнутым нельзя. И мы сегодня должны сказать, что действительно в городе Уварово медицина на высоком уровне по сравнению с другими территориями. Нацпроект здравоохранения касается каждого. Тем очевиднее для всех качественные изменения, происходящие в этой сфере. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГород.